привет друзья давно обещал с вами поговорить в очередной раз насчет отказов что это такое какие они бывают потому что многие упрекают меня что якобы натуралу нужно тренироваться в отказ с чем я категорически не согласен потому что отказ убивает силу и мы сейчас говорим давайте сразу определимся о гликолитических тренировках то есть об обычном тренинге к которому мы все с вами привыкли на 8 12 повторений мы не говорим сейчас о промежуточных мышечных волокнах когда нужен отказ и не говорим о окислительных мышечных волокнах когда наступает другой вид отказа вы можете посмотреть это видеоролики где рассказываю какие существуют типы отказов нет сегодня говорим конкретно о тренинге я знаю многие советуют тренироваться в отказ но скажу сразу и многие меня почему-то обвиняют в том что я называю человека там дураком дебилом ну сам был такой друзья если это правда то почему скрывать на это обижаться не нужно если к примеру ты кусок жирного говна и не я же в этом виноваты не окружающие это ты сам нажрал на себя это все обижаться нужно только на самого себя так вот друзья отказ если вы тренируетесь натурально основная ваша задача становиться все равно сильнее почему потому что за силой только приходит масса если вы будете работать постоянно с одними и теми же весами и не станете не будете прогрессировать не больше не мощнее так вот что значит работать до отказа вот представьте себе ситуацию возьмем всеми нами любимый жим лежа если вы делаете его на гипертрофию лично я горизонтальный жим лежа использую только для развития силы работаю в нем на 35 максимум 6 повторений для гипертрофии я использую гантели так гораздо эффективнее продуктивней не знаю насчет безопаснее но эффект точно лучше жим лежа я использую только для построения силовой базы которую нужно постоянно повышать силового фундамента всего плечевого комплекса и здесь когда на силу я работаю вообще останавливаюсь за одно-два повторения до отказа это очень-очень важно так вот а когда мы работаем на гипертрофию и тренируемся до отказа это значит следующее уже повторюсь возьмем для примера жим лежа если вы работаете на гипертрофию со штангой вам нужно сделать 8 12 повторений что значит поработать до отказа это значит что к примеру если вы сделали 10 или 11 повторений и чувствуете что при попытке сделать следующее 12 повторение но не столь важно главное чтобы укладывались в этот коридор от 8 до 12 при попытке сделать следующее повторение если вы чувствуете что не справитесь самостоятельно и вас задавит вы должны остановиться это настоящая правильная грамотная работа до отказа вы будете прогрессировать вы будете хорошо работать но если вы не дай бог по незнанию по глупости по дурости неважно по какой причине начнете делать следующее повторение и она вам не дастся вы забаранить и как говорят штангисты поверлифтеры если вас задавит этот вес то вы перечеркиваете свою тренировку но не это самое страшное я знаю к примеру леонид егоров вообще советует всем натуралом делать по три отказных повторения в упражнении друзья я не представляю каким нужно быть натуралом даже шредер здесь не справится это убьет вашу центральную нервную систему вы загоните себя в такую жесткую перетренированность из которой вылезти будет крайне сложно о каком прогрессе может идти речь вы просто будете бороться с нежеланием ходить тренажу вас появится синдром хронической усталости да это уже давно признана заболеванием и поверьте это очень страшная вещь вы будете чувствовать себя как при тяжелой форме гриппа вам будет ломить тело кости а какой тренировки вообще может идти речь неохота будет вставать по утрам серьезно у меня влияние когда я работал на автовазе на конвейере тренировался каждый день еще после конвейера думаю что раз у меня что-то не растет значит я мало тренируюсь добавлял упражнения подходы загонял себя в такое глубокое болото из которого я потом вылазил больше года друзья вам это нужно зачем когда можно грамотно научно обоснованно тренироваться но если вы будете тренироваться до отказа как советую вам я вы не будете так сильно убивать свою центральную нервную систему соответственно не будет умирать и все остальное эндокринная иммунная система кстати если вы часто болеете ловите всякие вирусы от любого сквозняка вас продувает это говорит только об одном что вы перетренировываетесь и как бы вы не кушали как бы хорошо вы не спали а спать кстати будет очень сложно это не изменит ситуацию к лучшему будет становиться все только хуже и хуже это одна сторона вопроса а представьте каким нужно быть не хочу ругаться но не образованным человеком чтобы советовать к примеру приседать в отказ в отказ не до отказ или делать становую тягу в отказ друзья это прямой путь к инвалидности реально нет серьезно вот представьте себе вы повесили 150 160 килограмм приседаете 10 11 12 и на тринадцатом вас просто задавило когда давит технику удержать невозможно хорошо если есть грамотный страхующий хорошо если вы работаете в силовой раме но вот эта дурость которую советуют люди тренироваться в отказ это просто сумасшествие я думаю вы понимаете да еще раз повторю что тренироваться до отказа можно но это значит когда вы останавливаетесь ровно за одно повторение до того как вас придавит весом это идеально когда вы научитесь чувствовать себя свои мышцы настолько что будете знать что следующее повторение вам не удастся выполнить и останавливаетесь вот это идеальная работа для натурала до отказа если вы выполнили упражнение вас задавило это перечеркивает все что вы сделали и повышает риск перетренированности переходящий в тяжелую форму хронической усталости но многие и кстати я тоже так тренировался раньше очень долго тоже был дураком необразованным слушая моего любимого дори она ядца тоже тренировался и это у меня было наверное лет пять когда я тренировался доводя каждое каждый подход рабочего упражнения до отказа и если у меня был партнер я обязательно просил еще выполнить за отказ то есть сделал негативные меня задавливало мне партнер помогал мы выполняли затем я опускал вес медленно подконтрольно и партнер уже сам чисто выжимал вес и я в очередной раз его негативно опускал друзья скажу вам откровенно это было страшно ну конечно не буду врать что не было прогресса я тогда кстати не использовал фармакологии но скажу что я был очень сильно перед утомлен я ничем больше в жизни не занимался только работал качался ел и спал меня даже на это не хватало слава богу тогда у меня работа была более-менее я уже работал не на конвейере высыпался в одну смену но не суть суть в в том что я убивал свою центральную нервную систему я очень часто простывал болел любой сквозняк меня там мог подкосить это все очень и очень важно а мы с вами все-таки тренируемся ходе в тренажерные залы в первую очередь для того чтобы сохранять улучшать свое здоровье не для того чтобы гробить его так что друзья задумывайтесь о том кто что вам советует насколько это грамотно обоснованно можно называть любой подход научным реальным как хотите ведь никто сейчас это не подтвердит и малая кто опровергнуть люди до сих пор не знают те которые учат людей что такое фазические и тонические мышцы а это самая первая классификация которую должен знать любой тренер желательно спортсмен потому что именно от того как вы тренируете и растягиваете ваши мышцы в зависимости от того фазические они или тонические и определяются все травмы большинство болей в коленях травм колена происходят по этой причине практически все прострелы в пояснице которые случаются только из-за незнания непонимания этой классификации мышечной и когда доктор какой-то говорит что нельзя делать экстензии или гиперэкстензии это говорит только о том что этот доктор реально дебил его нельзя допускать к лечению больных потому что именно экстензия гиперэкстензия воздействует сразу двояко она и тренирует те мышцы которые нужны чтобы были в тонусе и растягивает мышцы которые укорачиваются потому что в основном все проблемами с позвонками это из-за того что в некоторых мышцах происходят спазмы происходит раз синхронизация антагонисты начинают действовать не синхронно мешая друг другу естественно все это вызывает серьезные проблемы переходящие потом хронические заболевания так что друзья ставьте ваш отказной лайк если вы согласны со мной если не согласны то смело ставьте дизлайк пишите почему не согласны как должно быть с чем я не прав попытайтесь аргументированно обосновать свой ответ это будет грамотно а просто писать о том что ролик говно или все это херня это это не о чем это все равно что пукать вы хотите поставить дизлайк обоснуйте почему понятно кто ставит дизлайк тут вроде бы согласен со всем я за то чтобы вы не слушали меня не слушали кого-то другого я за то чтобы вы воспринимали информацию какая есть сейчас смотрели на опыт человека смотрели на то как он рассуждает на на его учеников очень важно смотреть не нужно смотреть на количество подписчиков поверьте в основном там где много подписчиков это малолетки которым интересные развлекательные видео мало кто подписывается смотрит какие-то обучающие каналы людей таких реально очень мало но я вас призываю именно к этому чтобы вы мыслили самостоятельно чтобы вы понимали что наличие знаний не гарантирует у человека понимание я уже не раз приводил пример с тем же бицепсом к примеру все знают что у него две головки и исходя из этого знания делают вывод что каждую головку можно тренировать отдельно каждый мышечный пучок это неправильно потому что это эти две головки ближе к локтю соединяются в одну который потом с перерастает очень мощное сухожилие и любая работа которую вы выполняете бицепс выполняется двумя головками никак иначе вот чем отличается знание от понимания надеюсь что друзья у вас будут и знания и понимания и здоровье и красота и сила так что спасибо что смотрите спасибо что задаете вопросы тем самым помогаете развиваться каналу помогаете развиваться мне лично от меня вам огромная благодарность всем пока увидимся как всегда в тренажерном зале всем привет меня зовут виталий фатеев всем подписчикам канала хэви металл очень большой респект отдельно георгию за его те видео которые он выпускает я смотрю то что очень прогрессивно и идет большой объем информации в котором просто можно заблудиться может найти все ответы на ваши вопросы скажу вот что у меня появился свой канал который может тоже найти на ю тубе и у меня уже есть первое видео которое я снял совершенно недавно и тоже смонтировал специально для вас идите подписывайтесь меня зовут виталий фатеев я профессионал айпб занимаюсь поди бюлдингом и что желаю вам прогресса новых результатов спорте а